приехали мы тут в одну точку который хотели очень посетить особенно я еще раз повторю что мы находимся в эстонии город хабсалу вот это железнодорожный старый вокзал здесь сейчас известный во всей прибалтике железнодорожный музей сразу скажу что железнодорожного пути сюда нет их демонтировали в середине 90-х годов то есть сюда поезда не ходят вот то что вы там видите паровозы это как бы музейные экспонаты вот сам вокзал но довольно очень красивый конечно все это реставрировано но сразу по ходу пока иду попробую в двух словах рассказать построен был он в начале 20 века чуть больше ста лет назад сюда приезжала российская но санкт-петербурга знать и в частности император николай второй со своей семьей отдыхать хабсалу это был курортный город море тут лечебные грязи вот такой красивый потому что допустим взять в тарту город намного больше и значимее и старше ну это же там исторический вокзал сохранился до наших пор тоже реставрирован но этот конечно по роскошнее выглядит вот здесь крытая платформа длина длина этой крыши длина крытой платформы составляет 216 метров почему именно 216 там они 220 и не 300 и не 100 ну как старых русских единицах это 100 сажений вот это первое второе это была длина императорского поезда то есть весь поезд всей длиной помещался под этим навесом то есть серьезные авторитетные люди могли прямо выходить там не боясь дождя снега ну тут остатки путей то есть танцы тупиковой поэтому видно пути кончаются да это его даже не в том же дело что тупиковая тут пути со всех сторон сняты остались вон три пути на которых размещается железнодорожная техника подвижной состав пойдем посмотрим дальше вот с левой стороны вот сейчас я прямо вам покажу это крытый павильон не помещение просто накрытый ну как бы аналог зала ожидания люди могли оставили находились ожидали поезда или кто-то там автобусы раньше подходили но и сейчас подходит но когда вокзал по построили уже авто транспорт был какой-то но основном эти конные экипажи развозили по домам приезжих двухосные вагоны но в принципе из тех времен сохранились можете посмотреть как кто никогда не видел какие вагоны были в начале 20 века здесь это уже современный купейный вагон отцеплен тепловоза тэп-60 когда такие тягали пассажирские состава в советское время еще там на заде дрезина стоит для обслуживания контактной сети тоже как бы музейный экспонат яма ховна станционное здание вокзал по-русски внимание лазить и находиться на экспонате строго запрещено вопросы со стороны можно посмотреть а кстати почему у меня же камера есть могу внутри заглянуть что там я сам не вижу для меня это высоковато но надеюсь что там все аккуратно покойников нет это я так понимаю багажные помещение до багажа тоже цистерны старинные двухосные напомню для тех кто не в курсе сейчас по железнодороги движутся в составе поезда четырех и восьмиосные составы ну это старенькие такие до военные скажем так естественно емкости сцен по сравнению с современными гораздо меньше с чего-то надо было начинать вернее железной дороги железнодорожному транспорту в чё-то нужно было начинаться вначале поменьше потом побольше больше больше ветерок задул может быть слегка шумно вот подошли здесь такое сооружение металлическое она уставилась вот это как бы называется в конце железнодорожного пути торцевая платформа сюда подавался состав с автомобильными с автотранспортом каким-то может быть военным может быть гражданским и с платформ автомобили могли съезжать сюда своим ходом вот могли бы честно говоря музей ну что-то от пескоструить и покрасить дать ему немного ремонта исторической окраски вот так музей музеем на такое чувство но как мы были в музее этот приют техники автор транспорта по навезено автомизовал он со всей эстонии интересно конечно вот это что первый раз вижу такие вагоны классический четырехосный вагон значит более современный тоже пассажирские вагоны хотя для пассажирских нет не не пассажирский не знаю если только в таких вагонов большие количество людей без комплексов которые не комплексуют не напрягает отсутствие минимальных условий комфорта а это пожарный я понял пожарный поезд значит вот этот цистерна с водой часть пожарного поезда вот ну и вроде все заканчивается пойдем посмотрим что там еще есть отошли мы вернее прошли подальше я смотрю там принципе уже ничего нет светофор выходной видимо и впереди вот прямо по курсу неотъемлемая часть всех старых железнодорожных станций построенных 19 начале 20 веков это водонапорная башня для заправки паровозов водой куда ж там паровоза без воды не поедет кстати они тоже как произведение искусства красиво сделаны но железная дорога да в свое время в нее очень большие деньги вкладывались здания красивые строились в том числе водонапорные башни они должны были украшать городские пейзажи то есть не уделяться своей неприглядностью все красиво до сих пор сохранилось кстати он видно что не реставрированный или особо не реставрированный все равно довольно так монументально выглядит я не знаю сейчас пройдем поближе если дойдем если там есть что смотреть вот кстати я только что говорил про заправку вот эти водяные колонки поворотные при помощи их заправлялся паровоз водой я вас тут слегка чуть-чуть обманул это не выходной маневровый светофор почему-то буквы и цифры закрасили там сверху две таблички сверху должна быть буква М а внизу цифра то есть номер светофора вот и два огня один синий другой белый белый это движение разрешено синий это запрещающее показание то есть производство маневров запрещено вот ну вот еще там маленькие карликовые светофоры стрелочный перевод с ручным приводом он стоит еще целый при закрытых путях да железнодорожники когда-то ну как строили станцию раньше и сразу людям надо было где-то жить строились вот такие дома это видно явно с тех пор еще домики для железнодорожников вот там везде где пути закрывались демонтировались в первую очередь металлисты тырили вот эти вот ручные стрелочные переводные механизмы они тяжелые компактные но тяжелые за них можно было что-то получить вот здесь еще сохранилось вон там еще стрелочный указатель впереди виднеется вот это вот классическая архитектура железнодорожная рубежа 19 веков здание депо видно там два два таких больших проема были очень заделаны высокие потому что паровоз туда мог заехать ну обслуживали там какие-то даже скорее всего не депо типа ПТО там какие-то мелкие работы производились ремонтные вот далеко ушли ну сейчас дойдем до водонапорной башни потом развернемся дошли бы до водонапорной башни здесь уже пошел один путь я так понимаю вот это вот там и начинается где-то перегон вот это знаки скоростные вот 80-60 80 сверху это для скорости максимально для пассажирских поездов снизу для грузовых 80 для пассажирских 60 для грузовых по такому пути бы я и 25 бы сейчас не поехал вот ну а дальше не пойду вот водонапорная башня очень красиво сделана из красного кирпича сверху где водяной резервуар деревянные стены с резьбой все сделано вот такие отделка очень хорошая красиво это эти портальные части над окнами белым то есть выкрасить почистить выкрасить сделать ремонт покрасить просто я не знаю что там можно было бы сделать в этом здании какую-нибудь закусочную типа бестро пришел и ушел так пойдем назад там все дальше территория станции границы станции капсулы заканчивается обратно возвращался когда туда шли не заметил тут еще оказывается вон экскаватор старый на железнодорожном ходу да я его узнаю я не удивлюсь это если этот экскаватор со станции тарта с депо вот что-то уж больно на него похоже приходилось на замене его на замене стрелочных переводов использовали снимали стрелочный перевод и старый балласт при помощи него снимали он не мог там это на трассах гидравлики то не было зубьев нет на ковше а там скребет скребет ничего взять не может ну уплотненный утрамбованный уплотненный балласт старый щебель было дело ну что то если он это не он я тогда не знаю ну точно его знаю деревянная будка если ладно вся эта лирика вот я говорил уже это старое как бы здание дом железнодорожников скажем так скорее всего железнодорожные работники жили и до сих пор тут живут люди вид такой обжитой ну вот тоже второй скотч и походу здесь несколько таких домов было вот однотипных часть из них просто снесено и там современные уже современные жилье дома частных построек подошли мы опять к этому историческому императорскому вокзалу еще несмотря на то что зима на нас цветочки цветут красивые пахнут слегка и попробуем зайти внутрь посмотрим что там есть а внутри как типичное здание вокзала здесь даже запах этот вокзальный здесь я так понимаю выставки периодически какие то небольшие проходят а вообще вообще если уж на то пошло я так понимаю что это фотографии тех кто здесь когда то бывал покажу вот эти исторические таблицы табличка это комната для мужчин а там два виды туба для женщин здесь зале ожидания для пассажиров 3 класса с буфетом и вот здесь написано должен быть железнодорожный музей но к сожалению к сожалению как всегда закрыто неудачно хотел вам показать интересную вещь ну вот да я слегка расстроен потому что в фабсу я ближайшие лет пять или шесть больше не собираюсь и музей этот железнодорожный я не посещу а фабсковия был там тоже интересный короче прилетела птица обламинго поедем дальше я сейчас в магазин там мы хоть что прикупим и потом поедем в наш спа-отель там немного поснимаю морозы еще цветут хотя уже конец октября зима уже тут протягиваю свою костлявую руку к нашему гору вот он кстати карта Хабсул если кому интересно вот мы находимся здесь вот железнодорожный вокзал вот дорога из Талина сейчас тут пешеходная дорожка просто вот поезда из Талина приходи сюда здесь тупик вот мы его видели где вагоны стоят здесь начинается морской залив про сам город Хабсул я вам завтра мы пойдем гулять я сейчас сразу скажу у нас в плане епископский замок средневековый 13 век и променад променад и ну еще посмотрим по времени как у нас будет хватать еще куда-нибудь сходим потому что у нас вот наши вот это вот куда мы едем это здесь фрамара Таласа Спа его здесь не видно на карте вот здесь наверное будет видно вот здесь вон аштаб поменьше он где-то вот здесь вот здесь наверное находится да вот ну посмотрим что у нас получится поехали дальше вот как здесь вот и вот